Каждый, кто хоть раз побывал в станице Петровской, наверняка запомнил ее облик. Красивые ухоженные дома, полисадники в цветах и широкие улицы. Вот уже более двух столетий насчитывает история станицы Петровской. В настоящее время это крупнейшая станица Славянского района, которая на днях отметила уже 201 день рождения. С подробностями праздника Андрей Вишневский и Георгий Калинин. Площадь перед Домом культуры заполнилась петровчанами всех возрастов. Здесь были и убеленные сединами ветераны, и совсем еще юные. Все взоры были прикованы к сцене, где с замечательной танцевальной композицией выступили местные творческие силы. Глава поселения сердечно поздравил земляков с днем рождения станицы. С самыми добрыми словами и пожеланиями со сцены обратилась к станичникам заместитель главы Славянского района Тамара Берсенева. Всегда меня это удивляет, насколько вы проникнуты любовью. Любовью к своей малой родине и любовью вообще к нашей России. А за это вам огромная благодарность. И хочу еще сказать, что станица Петровская, она с каждым годом становится все краше, лучше. И самая огромная ценность станицы – это ее талантливые, трудолюбивые и добросердечные люди. Это вы. Да, действительно, люди в Петровской заслуживают те высокие оценки, которые им дают. В своей богатой истории они находят примеры людей долга и подвига. Петровчане гордятся своими героями. Три полных георгиевских кавалера, герой Советского Союза и полный кавалер орденов славы были из этой станицы. Сегодня станице исполняется 201 год. История нашей станицы по праву считается очень богатой, очень почетной. И, конечно же, те традиции, которые зародили наши предки, черноморские казаки, они сохранены. Вы даже можете слышать, вот сегодня народные ансамбли, они поют те песни, даже те, которые пели еще наши предки 100-150 лет назад. Станица известна своими трудовыми достижениями. Трудолюбие станичников передается из поколения в поколение. Они очень трудолюбивые, целевоустремленные, со своим «я», конечно же. Но это может быть и хорошо. Поэтому «я» все-таки у нас на сегодняшний день очень большие достижения на современном этапе. И в учебе, и в спорте. И сельхозпредприятия добываются очень высоких показателей урожаев. Иван Сирота, руководитель хозяйства Приазовская, долгие годы его возглавляющий, не понаслышке знает о трудолюбии петровчан, которые стабильно добиваются высоких урожаев. Видите, урожаи намного выше, чем были раньше. И уборка более слаженно идет. Поэтому сегодня новые технологии, новые подходы к работе, к сельскому хозяйству. Поэтому я считаю, что сельское хозяйство у нас не в упадке, а оно еще выше, чем было. У петровчанка, говорят, есть лица не общее выражение. Они добросердечны и гостеприимны. А самое главное – это то, что они очень преданы своей малой родине и ни на что не готовы ее променять. Никуда не уеду отсюда. Буду жить. Мои дети тут, у меня двое детей. Буду дочерей. И все классно. Люблю свою станицу. Дай Богу, пусть она процветает. Здесь все мои родные, все близкие, все друзья. Я не хочу никуда переезжать. Мне здесь очень нравится. Все равно в городе будет совсем все по-другому. Это другое общение, другие люди. А Петровская как-то я привязалась больше. Здесь нет таких злых людей. Здесь все добрые. К любому можно обратиться с помощью, и все тебе помогут, даже если незнакомые люди. Наша маленькая родина, мы ее любим. Она развивается, хорошеет. Дети подрастают, учатся, стают хорошими людьми. Мы стареем, гордимся нашей Петровской, нашими детьми. Музыкально-развлекательная программа местных творческих коллективов никого не оставила равнодушными. Петровчане горячо аплодировали своим землякам, которые чествовались в этот день и награждались почетными грамотами и подарками за свой вклад в развитие станицы. На сцену выходили пожарные и аграрии, врачи и учителя, ветераны труда, активные общественники и работники культуры. Местные власти постарались охватить как можно больше профессий. Были отмечены также станичники за лучшие домовладения. В числе награжденных была и Лидия Река, которая всю жизнь проработала в сфере образования. 23 года я работала учителем начальных классов и выпустила очень много достойных людей. Они пошли работать многие по стопам моим и работала 24 года в детском саду заведующей. Празднование очередного 201-го станичного дня рождения петровчане отметили с размахом. После завершения торжественной части праздник продолжился выступлениями местных певцов и танцоров. Детвора с радостью опробовала различные аттракционы. Для всех желающих позднее работала дискотека. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».